Здравствуйте! Сегодня мы попробуем разобраться с тем, каким образом создать и настроить проект для системы Deform3D. Рассматривать мы будем вариант холодной или горячей штамповки, в принципе подход универсальный. И использовать мы будем наиболее, опять-таки, универсальный набор инструментов, а именно Deform3D препроцессор в чистом виде. Давайте сразу оговорим несколько моментов. Во-первых, следует понимать, что Deform3D не является чем-то сугубо монолитным, а является, по сути, набором программ, совмещенных вместе едиными протоколами обмена данных. То есть у нас есть основная часть Deform3D, это основное окно программы, это та программа, которая взаимоинтегрирует все остальные системы Deform3D. Это набор программ препроцессоров, по сути, являющихся разными вариантами конфигурации одной и той же программы препроцессора. Есть программа Simulator, которая рассчитывает то, что было создано в препроцессоре. И программа PostProcessor, которая позволяет интерпретировать данные, полученные с помощью расчета на симуляторе. В главном окне у нас есть набор директорий, которые выводятся по пути, указанному по умолчанию в качестве рабочей папки. В пути к рабочей папке, естественно, не должно быть никаких кириллических символов, в противном случае будут постоянные ошибки. Проекты хранятся в каждой, в отдельной папке. И каждый проект должен иметь свое уникальное имя. То есть в одной папке не может храниться сразу два проекта. Ну, что ж, на этом начнем выполнять нашу задачу. Создадим новую проблему себе на голову. И с помощью стандартного препроцессора под выбранной директорией мы можем, в принципе, указать различные варианты. Три варианта по умолчанию. В директории заданной в настройках программы, в текущей директории, в текущей директории без создания новой папки и в том месте, которое мы захотим. Мы уберем текущую директорию и создадим в ней новую папку. Назовем проблему, допустим, test-problem-3, хотя, в принципе, осмысленное имя для любых такого рода задач. Это хорошая идея. И после этого запустится окно препроцессора. Итак, мы видим перед собой окно препроцессора. Препроцессор, как я уже говорил, позволяет создавать проект и указывать, что именно будет выполнять какие операции в ходе нашей симуляции. Окно можно визуально разбить на три части. Это стандартные панели инструментов Windows, выполненные по старинке в стиле 98-й версии Windows 98. Это окно визуализации и окно настроек объектов. В верхней части у нас дерево объектов для каждой из наших операций. Операций может быть несколько. И, допустим, мы сделали одну манипуляцию с заготовкой, передали на следующую операцию, сменили инструмент, сделали еще какие-то манипуляции. То есть это, в принципе, достаточно важно. Это первая часть окна, и нижняя часть окна предоставляет набор свойств выбранного объекта. Объекты, в принципе, можно перебирать прямо здесь, во вкладке Object. Итак, давайте начнем с того, что создадим геометрию нашей заготовки. В принципе, мы можем ее импортировать, но поскольку заготовка обычно является собой простейшее геометрическое тело, мы можем с этим особо не заморачиваться и воспользоваться теми средствами, которые предлагает нам Deform. Deform дает нам возможность изготовить своими средствами относительно небольшое количество стандартных изделий, но, в принципе, они зачастую вполне достаточны. Создадим заготовочку диаметром 160 мм, высотой 35 мм. И сохраним заданное по умолчанию количество секций заготовки, это 120. В принципе, этого немного маловато, но для нашей демонстрационной задачи будет достаточно. Итак, мы получили нашу таблетку. Эту таблетку мы будем, с этой таблеткой мы будем осуществлять операцию обратного выдавливания. Для того, чтобы осуществить эту операцию, нам необходимо добавить еще два объекта. Это пуансон и матрица. Давайте сразу же их создадим. Вот у нас в дереве теперь появилось три объекта. Обратим внимание, что заготовка является пластическим объектом, в то время как пуансон и матрица являются твердотельными объектами. То есть их температура, их структура не будет никак изменяться под взаимодействием с другими объектами. Они идеально твердые. Заготовка в то же самое время является пластическим объектом. Это важный момент, потому как помимо пластических объектов у нас есть эластичные объекты, пористые среды и эластопластические объекты. Важно заметить, что пластические объекты ведут себя в некоторых ситуациях несколько нереалистично. В этом случае целесообразно использовать эластопластические объекты. Но эластопластические объекты, к сожалению, имеют целый ряд довольно интересных заморочек, связанных с ними. В том числе требуется совершенно другая система вычислений. По умолчанию же нам в принципе в большинстве ситуаций, в подавляющем большинстве, достаточно чисто пластических средств. Зачем нам потребуется эластопластический объект? Когда мы исследуем пружинение, или когда пружинение является важной частью деформирования заготовки. Скажем, в случае операции изгиба, или в случае каких-либо вариаций на тему сложной вытяжки. Хотя в большей степени все же изгиб. В остальных случаях пластические деформации реализуются вполне адекватно. Итак, оставляем нашу заготовку пластической и давайте импортируем геометрию инструмента. Инструмент это у нас, естественно, пуансон и матрица. Обратим внимание, что пуансон и матрица, к сожалению, импортировались вверх ногами. Никто не мешает нам осуществлять деформацию и вверх ногами, задав оси наоборот. Но это не очень интересно, поэтому давайте сейчас потратим это время на то, чтобы понять, каким образом манипулировать расположением объекта. Окно Object Positioning позволяет нам перемещать объекты различными способами. Выделим те, которые реально активно используются в повседневном быту. Это Drag смещение, Drop бросок объекта и Rotational это вращение объекта. Оффсет применяется значительно реже. Он позволяет четко переместить объект из точки А в точку Б по заданному вектору или из точки в точку. И интерференционный метод отдаленно напоминает метод броска, но позволяет установить объекты таким образом, чтобы они несколько пересекались или взаимодействовали. Итак, сейчас нам первым делом необходимо повернуть пуансон и матрицу на 180 градусов. Важно определиться, вокруг какой оси мы будем это делать. Мы будем поворачивать их или вокруг оси Х, или вокруг оси У. Зададим ось У и укажем 180 градусов. Нажатие на Apply развернет пуансон на 180 градусов. Затем проделаем то же самое с пуансоном. Да, это была матрица. Итак, мы получили неким образом расположенные пуансон и матрицу. Матрица пересеклась с нашей заготовкой, нам это не нравится. Перетащим ее немножечко вверх по оси Z. И теперь, что нам надо сделать? Нам необходимо уронить пуансон и матрицу на нашу заготовку. Отключаем возможность вращения объектов в падении. Эта функция попытается, если эта галочка не будет стоять, то объект попытается упасть на другой объект таким образом, чтобы пересечь с ним по нормали. Что, конечно, очень интересно, но в значительной мере запутывает дело. И, нажимая на Apply, мы уроним по оси минус Z пуансон на заготовку. Система некоторое время потратит на расчеты и в конечном итоге мы увидим контакт пуансона и заготовки. Теперь то же самое необходимо проделать и с матрицей. Да, если окно перемещения объекта внезапно исчезает, то достаточно щелкнуть по вкладке InterObject, для того, чтобы вернуть его обратно. Итак, то же самое проделываем с матрицей. BottomDye. И уронить его нам надо вверх по оси плюс Z. Обратите внимание, что визуально, помимо указания оси здесь, на визуализированных осях, также отображается значок звездочки. Apply. Таким образом мы получили то, чего мы хотели. То есть пуансон и матрица стоят в таких положениях, в каких они будут стоять в начале непосредственного выполнения рабочей операции. То есть обратного выдавливания. Теперь нашей задачей становится следующий этап. Это настройка всего того, что мы тут понасоздавали и поориентировали. Давайте начнем с настроек заготовки, как нашего главного героя. Вкладка Mesh является ключевой при работе с любым телом, кроме твердого. Здесь настраивается количество конечных элементов, на которые будет разбита заготовка в ходе расчета нашей операции. В принципе, по умолчанию система предлагает нам 32 тысячи. Это довольно здравый вариант. Но для сложных точных расчетов этого обычно недостаточно. Мы все-таки согласимся с этим предложением, потому как в противном случае процесс затянется неимоверно. В этом занятии мы не будем разбирать возможности дополнительно уточнить и настроить, каким образом будет рассчитываться расположение конечных элементов. Я отмечу только то, что настроить это можно достаточно тонко, указав, каким образом будут распределены конечные элементы по ряду параметров, а также, каким образом, по каким регионам заданным вручную они будут распределены. При этом параметр RelativeElementSize будет отвечать за то, чтобы показать, насколько весом и важен данный участок. Чем выше число, тем более крупные элементы, тем менее точный расчет. Итак, сперва мы делаем предпросмотр будущей сетки. Это делать не обязательно, но в принципе желательно, потому что если вы видите, что на предварительном просмотре, который считается намного быстрее, что участки появились слишком крупные или наоборот слишком мелкие, или расположены не так, как вам хочется, то вы сможете это быстро пересчитать или перенастроить. Теперь, когда мы увидели, что нам очень нравится красивый геометрический узор, который образовался на детали, мы нажимаем Generate Mesh. Теперь все становится очень серьезно, и система сама пересчитывает и рассчитывает реальную сетку. Итак, сетка готова. Теперь, после того, как сетка готова, нам необходимо проверить, все ли в порядке. Нажатие на кнопку Check Mesh нас интересует надпись Mesh is OK. Возможны ситуации, когда в результате расчета слишком неплотной сетки, некоторые элементы начнут выступать или неправильно взаимодействовать. В результате сетка будет некорректной, и система об этом обязательно сообщит. Итак, у нас есть деталь с сеткой. Теперь нам необходимо научиться двигаться по ансону. Обратите внимание на то сообщение, которое я только что панически закрыл. Это было предупреждение о том, что я пытаюсь зайти на вкладку Mesh не пластического тела. Соответственно, у не пластического тела сетки быть не может априори, и система об этом предупреждает. И для того, чтобы зайти на эту вкладку, необходимо преобразовать тип объекта. Или включить передачу теплоты. В любом случае, нас это не интересует, поэтому мы нажимаем на отмену, и система не пускает нас на вкладку Mesh. Итак, нас интересует напротив параметр Movement. Здесь мы задаем, каким образом будет двигаться наше тело, наш паунсон. Двигаться он будет по оси минус Z, со скоростью 10 мм в секунду, в нашем случае. Вы можете задать тип движения, который будет соответствовать тому или иному типу оборудования. Например, молот, кидропресс, кривошипный пресс и так далее. И можете отталкиваться не от скорости, а от силы. То есть, вместо того, чтобы двигаться с определенной скоростью, на своем пути инструмент будет создавать определенное усилие. И тогда вы сможете смотреть скорость от силы, то есть, с какой скоростью будет продвигаться паунсон, если будет развивать указанную силу. Нас интересует в данный момент именно скоростная характеристика по оси минус Z. Вы также можете задать параметры вращения. Принцип примерно тот же. Вращаться тело может сразу относительно двух осей, что представляет собой полное безумие, но очень весело. Нас это не интересует. Паунсон, естественно, у нас не двигается. То есть, матрица у нас, естественно, не двигается. Паунсон двигается вниз. Последнее, что нам необходимо сделать, это, вернувшись в заготовку, включить компенсацию объема. Зачем это нужно? Дело в том, что во время деформирования может случиться такая ситуация, что часть объема будет съедена или потеряна в ходе перерасчета, поскольку процесс итерационный, погрешности, естественно, неизбежны. Система будет заниматься компенсацией потерянного в результате погрешности объема, если ей об этом сказать. Соответственно, мы выбираем максимально возможное поглощение и рассчитываем объем заготовки. Теперь система будет всячески поддерживать указанный объем. И еще один момент, который необходимо сделать, это указать температуру заготовки, которая подается в оборудование, и материал. Поскольку мы в данном случае, наверное, будем реализовывать горячий процесс, то выберем материал, у которого в свойствах предусмотрена горячая штамповка. Скажем, вот эту сталь, которая позволяет вести расчет при 1200 градусах Цельсия. И назначим температуру, положим, 1100 градусов Цельсия. Инструменты мы тоже, предположим, подогреем каким-то образом. И таким нехитрым способом мы завершили создание нашей оснастки. Теперь нам необходимо сделать так, чтобы эта оснастка была не только красивой, но и работала. Для этого зайдем первым делом в раздел InterObject. Система автоматически спросит, не хотите ли вы добавить стандартные межобъектные связи. Если все сделано правильно и, так сказать, в традиционном ключе, то система автоматом добавит связи для пуансона и матрицы с заготовкой. Ничего больше вам не надо. Но, если вы хотите, или если у вас присутствует какой-нибудь дополнительный пуансон, который двигается, скажем, снизу, он создается абсолютно аналогично любому другому оборудованию, то вы можете добавить для него отдельную связь, указав, кто в ней будет старшим, скажем, заготовка, и кто в ней будет младшим. Предположим, что это наш второй пуансон. Система, естественно, удивленно спрашивает, почему мы дублируем уже существующую взаимосвязь. Поэтому не будем ее расстраивать и уберем лишнюю связь. Что нас интересует в особенности в этой области? Нас интересуют настройки трения. То есть трение между заготовкой и пуансоном, заготовкой и матрицей. Двойным кликом или кнопкой Edit мы заходим в настройку и здесь указываем трение. Есть три типа подхода к трению. Гибридное и два стандартных. Но нас интересует стандартное трение, и предположим, что у нас горячая штамповка насухо идет. 0,7 коэффициент трения. Мы также можем создавать окна трения для того, чтобы упрощать расчет. Это определенный объем пространства, в котором, собственно, трение существует или отличается от заданного по умолчанию. Скажем, где-нибудь в центре пуансона у нас будет смазанная область, и там трение будет меньше. И мы можем учитывать также износ инструмента. Но мы этим баловаться, естественно, не будем в данном случае. И ограничимся тем, что укажем трение вот здесь вот, 0,7. Нажатие Apply to other relations позволит нам применить автоматические трения ко всем связям. У нас их две, но их может быть и 82, поэтому кнопка достаточно удобная. И остается только указать контакт между инструментами и заготовкой. Нажатие на эту кнопку с молоточком позволяет автоматически рассчитать допуски и сгенерировать все взаимосвязи. Если все сделано правильно, если инструмент размещен верно, вы увидите, что на поверхности заготовки появились зеленые и синие точки. Они визуализируют две наши зоны контакта. То есть все в порядке. Система увидела, что инструмент касается заготовки. И таким образом, скорее всего, в ходе деформирования мы не увидим проблем вроде того, что инструмент проходит сквозь заготовку. На этом, в принципе, мы заканчиваем подготовительный этап. Мы настроили все, что нам необходимо. Мы задали материал, мы задали сетку, мы задали компенсацию объема, мы указали скорость движения по ансону. Теперь нам необходимо настроить операцию в целом. В разделе Simulation Controls мы можем каким-то образом обозвать нашу симуляцию. И каким-то образом обозвать текущую операцию. Как я и говорил, операций может быть много. И это, в принципе, полезно. Обратите внимание, вот оно название симуляции и вот оно название выбранной операции. Следующий этап – это настройка системы измерения. C или английские системы. Естественно, нас интересует C с метрической системой. И тип распределения деформаций. Естественно, выбираем традиционный Лаграндж. Дальше. Шаги деформации, шаги симуляции содержат несколько параметров. Стартовый шаг традиционно нумеруется как номер 1, минус 1. Число шагов – это то количество итераций, которое пройдет расчет в ходе симуляции. Зададим это значение по умолчанию, пускай оно будет равно 100. И, наконец, параметр StepIncrementToSave – это параметр, которым определяется, через сколько шагов будет сохраняться информация для обработки в постпроцессоре. Вкладка Stop. Она указывает, при каких условиях мы должны остановить наш процесс. Предположим, что мы будем заканчивать операцию, когда пуансон пройдет 30 мм. При этом на вкладке Step мы укажем, что смещение пуансона на каждом шаге должно составлять 0,34 мм. Что примерно соответствует, что будет несколько превышать заданные нами критерии остановки, но зато будет соответствовать тому, чтобы пуансон дошел практически до донышка. Таким образом, если все настроено правильно, операция будет закончена несколько ранее, чем пройдет 100 шагов. В условиях процесса мы должны задать нашу температуру, равную 1100 градусам. Теперь мы настроили все, что только можно и все, что нужно для осуществления простейшей операции, в данном случае выдавливания. Мы должны проверить, можем ли мы сгенерировать базу данных. Если везде, где есть какие-либо пункты, стоит зеленая галочка и надпись Database can be generated появилась, значит мы выполнили задачу правильно. Можем нажать кнопку Generate, чтобы увидеть вожделенную надпись Done writing database. Это значит, что процесс прошел успешно, все сохранено вот сюда вот. Теперь мы можем сохранить настройки препроцессора и выйти. Обратите внимание, в препроцессоре мы видим предварительный просмотр нашей операции и система сформировала набор файлов, которыми нам предстоит работать. Вернее, не нам, а системе расчета. Собственно, к ней мы сейчас и обратимся, для того, чтобы она за нас поработала. Запустить расчет текущей проблемы можно или нажатием на кнопку Start, или на кнопку Run в разделе Simulator. Это абсолютно идентично. Надпись Simulation has been submitted означает, что система приступила к расчету. В разделе Message система будет выводить набор системных сообщений, которые будут показывать, что, собственно, происходит с нашей заготовкой в ходе расчета. Здесь будет показываться набор точек, которые прошли какие-то операции, указывается метод, и указывается число рассчитанных уравнений. Если вам очень любопытно и скучно, то вы можете зайти в меню Simulation, пункт Simulation Graphics. Это новинка версии 10 D-Form. Она позволяет наблюдать за процессом со стороны. Достаточно только убрать лишние инструменты, то есть, допустим, скрыть Bottom Die. Мы увидим нашу заготовку и можем выбрать шаг. Система будет автоматически отслеживать процесс. Сейчас система уже считает пятый шаг. И мы можем его визуализировать. Обратите внимание, система уже посчитала небольшое сжатие, которое возникло с заготовкой. Итак, на этом заканчивается первая часть этого руководства. Во второй части мы будем разбирать, каким образом обрабатывать данные с помощью постпроцессора. До скорой встречи во второй части.